В Челябинске перевернулся автомобиль. На кадрах последствия ДТП. Где и из-за чего случилась авария, неизвестно. В ГИБДД сообщили, что таких заявок им не поступало. Возможно, что участники происшествия разобрались без помощи правоохранителей. В Челябинске такси влетело в столбе. Есть пострадавшие. Авария произошла на улице Курчатова. Травмы получили водители-пассажиры, из-за чего именно шофер не удержал управление на дороге и устанавливается. По данным ГИБДД, 45-летний водитель и его 46-летний пассажир сейчас находятся в больнице. Они получили травмы. По факту аварии начато административное расследование. Похожая авария в Челябинске произошла в тот же день, не тоже с участием такси, но на пересечении улиц Липецкая и Социалистическая. Стали известны подробности аварии. По предварительным данным, 22-летний таксист не уступил дорогу к грузовику, когда выезжал со второстепенной дороги. В результате машины столкнулись и легковушку отбросило в дерево. Удар был настолько мощным, что ствол сломался. А на трассе М5 между Кропачева и Симом большегруз Каня столкнулся с газелью. По предварительным данным, водитель фуры не смог выбрать безопасную дистанцию до машины второго участника ДТП, который ехал впереди. От удара газель развернула. Ее водитель получил травмы. На заснеженной трассе в Аргиашском районе произошло ДТП. Столкнулись две иномарки. 45-летний водитель Ауди выехал на встречную полосу. 25-летний шофер Хонда, который двигался навстречу, не успел среагировать. В результате чего произошло лобовое столкновение. Четыре человека пострадали. Все они получили телесные повреждения и были госпитализированы. Другая авария произошла поздно ночью на улице Богдана Хмельницкого в Челябинске. Там женщина на ВАЗе 10-й модели поворачивала и врезалась в Киа, которая ехала по встречке. От удара иномарку понесло в светофор и дорожный знак. Травмы получила предполагаемая виновница ДТП. О состоянии водителя Киа данных нет. А на улице Шатару Ставели водитель на машине марки Хюндай не справился с управлением и врезался в дерево. Шофер выжил, но получил травмы. А на остановке Академика Захарова столкнулись две машины. По словам очевидцев, один из участников аварии не соблюдал дистанцию на дороге. По предварительным данным обошлось без пострадавших. На пересечении улиц Братьев Кошириных и Чечерина маршрутка не поделила дорогу с легковым автомобилем. Судя по кадрам наружного видеонаблюдения, его водитель пошел на разворот и зацепил микроавтобус. А в Ленинском районе Челябинска остановилось движение трамваев. С шести утра транспорт стоял из-за обрыва контактных проводов. Восстановили движение только через несколько часов.